Вместо школы – хоккейная коробка. Пустырь в 15-м микрорайоне был отведен под строительство новой школы, но время идет, меняются и требования к учебным заведениям. С их учетом строить на пустыре школу уже не актуально. Этот участок земли сегодня может возместиться школа вместительностью 200 мест, что для города это как-то не актуально. И в этой связи мы предложили и договорились на согласительные комиссии, есть соответствующие протоколы и решения, что на этой территории будет делаться физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В районе уже есть площадка для воркаута, поэтому перегружать тренажерами новый физкультурно-оздоровительный комплекс не планирует. По сути, это будет коробка для занятий зимними и летними групповыми видами спорта. По словам депутатов, новый факот станет логическим завершением формирования спортивной инфраструктуры микрорайона. Это размещение коробки и внутри летом можно будет всеми видами спорта заниматься. И только предусматривается вдоль спортивного всего ядра, две раздевалки и инвентарный хозблок, в который будет подведено горячее и холодное водоснабжение для возможности залития катка зимой. Ну и беговая дорожка вокруг. Также по проекту планируют построить модульные трибуны на 100-150 человек, чтобы на площадке можно было проводить спортивные и культурные массовые мероприятия. Депутаты рассчитывают, что с проектом факота возможно попасть в региональную программу Минспорта. В ее рамках на городскую казну ложится лишь обязательство подготовить ПСД и площадку, а также подвести коммуникации. Все надземные объекты за счет областного бюджета. Однако, если попасть в программу не получится, народные избранники уверены, осилить строительство комплекса можно и местными силами. Приблизительная его стоимость – 30-40 миллионов рублей. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.